Пусть только душа переносит все мужественно, держась упование по вере и ожидая от Бога помощи и упования, и невозможно, чтобы она была оставлена. Напротив того, чем более подвизается душа, прибегая к Богу с верой и надеждой, несомненно, ожидая от Него помощи и избавления, тем скорее избавляет ее Господь от всякой, обдержащей ее скорби, ибо Он знает, сколько душа должна подвергаться испытанию и искушению. Столько душа должна, столько и попускает ей. Если горшечник, сделав сосуды, не положит их в сеть, чтобы обожженные отвердели, то не бывает они годными к употреблению людям. Но и полагая их в сеть, знает Он, сколько времени должно держать их во вне, пока они сделаются годными, и не оставляет их в сети сверхнадлежащего времени, что у перегорев не истрескали, и опять не вынимает прежде времени, чтобы они остались недоделанными и негодными к употреблению. Итак, если люди в рассуждении тленного имеют столько разборчивости и знания, то кальми паче Бог знает, сколько имеет нужды в испытаниях и искушениях души, желающие угодить Ему и вожделевающие улучшить вечную жизнь. Как пенька не бывает годной для пряжи из нее тонких ниток, если не трепет ее много раз, но чем больше трепет ее, тем она делается чище и способнее к пряже. Так и Боголюбивая душа, подвергаясь многим искушениям и испытаниям и мужественно претерпевая скорби, делается чище и пригоднее к духовному деланию, и, наконец, удостаивается наследовать Царство и Небесное. Скорби и искушения делают душу благоискусную и твердую, если она мужественно, охотно и с упованием на Бога переносит все скучающее все, с несомненной верой, ожидая избавления от Господа и милости Его. Души, преданные скорбям, ли испытания и различно мучаемые лукавыми духами, как тайно, внутренние все готовые скорби или лукавыми помыслами, так и явно, телесными страданиями, если будут мужественно терпеть, сохранять упование и ждать нужного сдаяния от Господа. То сподобятся венцов правды, и в день суда приобретут одинаковое смучениками дерзновение пред Богом, ибо одинаковое мучение в скорбях одними претерпеваемой на кресте, а другими от лукавых духов на них действующих. Враг, если не возмог не взвести кого на худое и не зажить мыслями, наводит после этого на человека того скорби, чтобы омрачить его разум, и потом уже потеять в нем что угодно. А если и этим невозможен он навести на худое, то дает ему все удобства жизни, возносит его и вводит в великое обольщение, которое опаснее и хуже всех страстей, ибо делает человека горделивым, увлекает в пучину сластолюбия, изгоняет памятование о Боге, о своей немощи и о чаще смертном. Чему склонным выведает в человеке расположение его? Против того и ополчается, чтобы противоборствовать ему всеми неправдами. Все от Бога и благое и скорбное, но одно по благоволению, другое по домостроительству, третье по попущению, по благоволению, когда живем добродетельно, ибо угодно Богу, чтобы живущие добродетельно украшались венцами терпения. По домостроительству, когда впадая в прегрешение, бываем вразумляемы, по попущению же, когда и вразумляемы, не обращаемся. Опять домостроительный Бог наказует нас, согрешающих, чтобы не были мы осуждены с миром. Как говорит апостол, наказываемся же от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. «Всем разуме и нет зла в городе, которое было бы не от Господа, а мостришеств. Таковы голод, язвы, болезни, поражения, брани, ибо все это служит к очищению от грехов. Попускает же Бог и совершенно оставляет тех, которые или не хотят жить без греха, или вразумляемы не обращаются, но пребывают во грехе, когда Бог предает их в неискусен ум». То есть попускает их в свободе делать непотребство. «Е. О борьбе с унынием. Работливый никакому делу не годен и не имеет расположения. Он ленив и всегда имеет на готове предлог к отговорке от дела. И других развращает он, говоря, и это на что, и то к чему. И вот в этом нет никакой пользы. Ленивый, когда зовут его на псалмопение, раздражается. Когда будет набдение, отговаривается болью живота и головы. Если делает ему увещание, он говорит, «Себя учи». Если учат ему, кричит, «Сам знаю». Человеку, который в силах работать, нехорошо есть чужой хлеб в праздности. Когда апостол говорит, «Без стужения себя соблюдох и соблюду». 2 Коринфянам 11,9. «Работливый монах терпит большой вред. Кто же все переносит мужественно, тот наследует радость». 230. «Если найдет на тебя дух уныния, не оставляй своего дома, но противостань ему, этому духу, терпением. Да не убедит тебя помысл, внушающий перейти с места на место. Ибо если склонишься на этот помысл, то никогда не будет у тебя терпения. Не говори, монахам, здесь брань и теснота, а там в таком-то месте покойная и беспечальная жизнь. Загадывайте реки туда. «Ибо знаешь ли, кто ведет с нами брань? Не враг ли наш дьявол, а он обходит всю поднебесную? Так как куда бы ни пошел, ты везде будешь в поднебесии, ты везде будешь достутен дьяволу. Почему лучше, оставаясь на месте, противостань дьяволу, и он убежит от тебя? И напротив, приблизь тебя к Богу, и он приблизится к тебе. Ленивый монах представляет предлог и говорит, «Сегодня здесь живу, а завтра пойду в другое место. Для чего же мне трудиться?» Много предлогов собирает себе ленивый монах, и сонливый впадает в беды. Кто постоянно переходит из одной теле в другую, тот приобретает суетные помощи. Кто же пребывает на одном месте, тот более безмолвствует. Бродящий монах не неуязвим, если не будет в трезвите. А пребывающий на том месте, как призван, скорее найдет покой. Приятно тебе праздновать, но горе – конец ее. Изнемогаешь, работая, но возвеселишься впоследствии. Монах ленивый и самолюбивый, саможалетельный. Как скоро увидел работу, прячется, а за ужином ставит себя в числе первых. Памятование о смерти и наказаниях есть меч против беса уныния. Из тяжких тяжкая иго уныния, особенно если имеет оно с поборницей неверия, ибо плоды его исполнены смертоносного яда. 240. Оставил ты, монах, келью и не ходишь по миру. Уже ли не боишься беззакония и пререкания в ограде? Салом 54, 10. Кто ленивый того жаждущего, который сидит в близысточнике и не протянет рук, чтобы, взяв воду, утолить жажду? И кто нерадивее человека, который владеет книгой и нерадит отчтение? Потрудись тем, кому желательно выучиться грамоте, чтобы, читая о чудных делах Божьих, благословлял он чудное имя, и Бог будет своим вздовоздаятелем. На монаха в уныне нападает нерадение, а когда есть у него терпение, нападает высокоумие. Но кто действительно любит Господа, тот отклоняет то и другое. Ленивый монах во многом потерпит утрату, а трезвенный не пренебрежет ни одним часом. Не люби переходить с места на место, но лучше терпением извлекай пользу из неудобств, встречаемых на месте твоего жительства. Скажи мне, после того, как мы с тобой обойдем целый мир, не келья ли ожидает нас, если захотим спастись? А если и в общежитии оставаться нет у нас терпения, и в уединении находим себе безмолвие, то где же, наконец, будет нам приют? Это походит на то, как если сказать, и теплоты солнечной переносить не могу, и тень для меня несносна. Боюсь, чтобы не укрыла нас, наконец, та печь. Будем твердым сердцем, потому что слабость сердца противна добродетели. Не станем малодушествовать, если случится с нами небольшое уныние. Мы будем сами себя преневоливать, подобно доброму путнику. Путник, когда стучится ему ослабеть на пути, не отказывается от целей дальнейшего путешествия, но утешает себя словами «Еще немного, и дойдешь до ночлега, и отдохнешь». И Господь, видя, как мы принуждаем себя, подаст нам силу и облегчит затруднения. Для пропитания себя будем работать в уповании на Бога. Не скорби о труде. Многие ничего не делайте, хотели самой беззаботностью. Учись работать, чтобы не учиться просить милостыню. Не будь небрежен к работе. Господь близ. Не будем унывать, сидя в келье, припоминая себе, что святые мученики после многих истязаний заключаемы были в железные узы. Поэтому не будем бегать неудобств в келье. Не станем скучать за работой. Помня, что многие святых ради Господа посылаемы были в рудокопни. Если б жили мы в те времена, то уже ли бы изменили жизнь своей по причине мучений? Уже ли бы по причине крайне тесных обстоятельств отреклись от веры своей? Держись того места, на котором живешь, сопротивляясь лености. Ибо ни перемены, ни расстояния места, но только внимательность и ума можешь укротить страсти. Нам нужно терпение, чтобы волю Божию сотворить, в подобице обетованных благ, придающейся унынии далеко от терпения, как больной от здоровья. Добродетель познается не в унынии, но в терпении. Терпение же обновляется и укрепляется, когда ум занят созерцанием и божественным поучением. С тем, уточняемый, ум приобретает силы, как тело от питания здоровыми пищами. Если же ум отступит от этой благодати и от этого достоинства, то действительно сделается бедным и немощным. Поэтому, свергнув с себя пристрастие к вещественному, упражняй ум свой в оном божественном делании. И не будет у тебя потребности переносить тело с места на место, изнурять то странствование без благословных причин. Ибо царствие Божие внутрь нас есть. Когда заметишь в себе, что скучно для тебя чтение божественных писаний, и неохотно слушаешь духовные наставления, тогда знай, что душа твоя впала в тяжкую болезнь, ибо это начало злоумья, которым болевшие пожали плод смерти. Блаженство ежечасно возделывает в себе прекрасные и добрые мысли, и надеждой победил в лукавой страсть уныния, с которой борются подвижники Господни. Блаженство в деле Господнем стал подобен мужественному воину, возбуждает ленивых и ободряет малодушных на пути Господни. Блаженство воню не изложило, как немужественного страсть уныния, но взял он в совершенное терпение, за которое все святые получили венцы. Когда дух уныния беспокоит тебя, не увлекайся помыслами его, но пребывай на том же месте, на котором поставил тебя Бог, рассуждая в себе. Какую любовь имел ты к Богу, когда вначале пришел к монастырским дверям? Ту же любовь будем иметь и до конца, терпя Господа, подобно борцу, который терпением побеждает наносящего ему удары. Ибо претерпевший до конца спасется. А одному брату перед бдением внушал помысл. Сегодня дай себе отдых и не вставай на бдение. Но он отвечал помыслу, кто знает, завтра, может быть, и не встанешь, потому надо встать сегодня. И за работой тоже внушал ему помысл. Дай себе отдохнуть сегодня, а завтра поработай. Он же опять отвечал, нет, сегодня поработай, а завтрашнем дне попечется Господь. Если будет тревожить тебя уныние, не упадай духом, но помолись Господу, да даст тебе терпение. Помолись же сядь, и собрав помыслы свои, утешай псаломский душу свою. Скую прискорбно душа моя, и для чего смущаешься? Уповай на Бога, и Он спасет тебя. Скажи так же, чего расслабла ты, душа моя? Не всегда ведь жить нам в мире этом. Послушай, что говорит псаломник. Пресельник я, странник, на земле и пришлец, как и все отцы мои. Переселимся и мы с тобою, когда угодно это будет Богу. Жизнь праведных начинается по кончине их. Почему и пророк, вожделевая будущей жизни, говорит «Как олень стремится к потокам водным, так желает душа моя к тебе, Божий, когда приду и явлюсь пред лицо твое». Святые настоящую жизнь почитали темницей. Почему один из них с радостью взывал «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». А другой заявлял, что желание имеет разрешиться и быть со Христом. Когда настанет утро, брат встает и, сотворив молитву, принимается за рукоделие. Тогда ненавистник добра демон влагает в него помысл уныния. Если брат, принадлежавший на него уныния, продолжает работать и трудиться, то при содействии благодати отгоняет тогда от себя уныние. Если же брат, когда найдет на него уныние, не отражает его от себя терпением, то бывает побежден им и отдается ему в плен. Дав волю помыслу, начинает он говорить сам себе, «Сегодня чувствую себя как бы расстроенным и недомогаю. Дам себе ныне отдых, а наутро сделаю за два дня». Так, брат, в этот первый день ничего не делает, мечтая наутро вознаградить это опущение. Наутро же ненавистник добра демон напускает на него еще сильнейшее уныние, нежели вчерашний день. Тогда уже одолеваемый помыслами брат встает и оставляет рукоделие, или совсем не занимается им, или занимается кое-как, не как делом. Или враг выводит его из кельи и делает праздно шатающимся. 259. «Что бы ни делал ты, если враг во время дела наводит на тебя уныние, противодействие ему супостату этому, укажи на какое-либо ремесло подобное, прибавляя, видишь, как трудится ради временного, чего же ради не хочешь трудиться ради вечного. И чтобы ты не производил делом, имей свидетелем совесть твою, что совершаемое тобой делается по Богу, и спасешься от уныния». «Же о борьбе с тщеславием». Традиция 420, 2-й том добротолюбия. Ефрем Сирин. 260. «Разумей, монах, что говорю, да не будет у нас с тобой вне благоговения, а в келье беспечная распущенность, чтобы не быть подобными гробам окрашенным. Но на всяком месте один и тот же Бог, которому слава вовеки. Аминь». Монах, который хвалится своей крепостью, первый безумец. Стыд и укоризна монаху, хвалится собственной своей силой, хвалящейся хвались Господом. Хочешь ли приобрести доброе имя? Кротости дело свое препровождай. Сирахов 3, 17. Это еще не добродетель быть обесчищен и не чувствовать этого. Но вот добродетель чувствовать это и переносить ради благочестия. Ибо сказано, «Поносим ленивый, не усрамляется». Притча 24. Словолюбие – душевный недуг, лукавая страсть. Написано, «Дохвалить тебя искренне, а не твои уста, чужой, а не твои уста». Притча 27, 2. Еще. «Искушение серебру и золоту рожения, и человек искушается устами хвалящих его». Всем воздавай честь ради Господа, не требуя чести себе, и обретешь благость у Господа. Никогда да не приводит тебя в удивление человекоугодник, старающийся угодить многим, но не для Господа. «Втайне, возлюбленный, исполняй заповеди Господни, и Господь воздаст тебе явно. Если видишь, что человек на земле достиг великого достоинства, не дивись этому, но дивись тому, кто возненавидел земную славу». Здесь в темпе. «Смотри, чтоб, желая себе излишней чести, не навлечь тебе на себя бесчестие, в подлинном смысле честь человеку делать все по Богу. Великое же бесчестие приступать к заповеди. Не старайся показывать себя искусным во всяком деле, чтобы не впасть тебе в тщеславие, которое приводит к славолюбию, гневу и печали. Более всего старайся сделать себя простым и во всем ровным. Не хвались, величаясь краснословием, но возвещая лучше учения из опыта людей простых и некнижных, чтобы стать тебе учеником христовых апостолов. А хвалиться внешней мудростью запрещено, особенно христианам. Хвалящийся же хвались Господом, который человеку угодия, упражняется в добродетели, у тех основания спасения положено не на камни, а на песке. Почему, как скоро пойдет дождь, потекут реки и подуют ветры искушения. Падают они от помыслов. Они, если и не падают, а живут как должно, надмиваются великой гордостью, а когда падают, предаются бесполезному отчаянию. Не хваляще себя искусен, а ты прежде испытай дела свои. Действительно ли проводил жизнь достодожно, как величаешь себя? Победил ли возделение? Возлюбил ли нищету? Возненавидел ли пересуды? Отложил ли любовь к тщеславию? Возненавидел ли похоть? Возгнушался ли сластолюбием? Точно ли никому не делал зла? Одолел ли страсти? Точно ли оскорбляемый не гневался? И, слыша себе похвалы, не превозносился? Возлюбил ли Господа все ее силы и близнего, как самого себя? И если же не соблюли мы этого, то для чего вели речь им о себе? Об этом надо плакать перед благостью Господа, чтобы исцелил нас от окаменения сердца и сделал сильными проводить достодолжное житие. Ничего не должно делать на показ людям, но во всем надо поступать от чистого сердца, потому что Бог знает сокровенное и тайное, и от него одного надеемся получить воздаяние. Человек тщеславный, будучи скуден достоянием, если и примет на себя имя царя, не будет еще царем. Так неподвижник еще монах, который тайно ест, а за братской трапезой лицемерно выдает себя постником и воздержным. Он готовит паутинную ткань и идет не правым путем святых, но путем человека угодников. О борьбе с гордостью 277 Гордый не терпит превосходственно с собой, встречая его, или завидует, или соперничает. Соперничество и зависть друг другом держатся, и в ком есть одна из этих страстей, в том оба они. В ком есть они, того мучат успех других, а в ком нет, того не печалят они. Этот, когда другому оказана честь, не смущается, когда другой возвышен, не тревожится, потому что всем отдает преимущество, всех предпочитает себе. Бесмиренно мудрее напрасный всякий подвиг, всякое воздержание, всякое послушание, всякая нестяжательность, всякая многоученость. Нечистый дух высокоумия, изворотлив и многообразен, и все усилия употребляет, чтобы возобладать над всеми, мудрого уловляет мудростью, крепкого крепости, богатого богатством, красивого красотой, художника искусством. И ведущих духовную жизнь не пропускает он искушать подобным же образом, и ставит в свои сети отрекшемуся от мира в отречении, воздержанному в воздержании, безмолвнику в безмолвии, нестяжательному в нестяжании, молитвеннику в молитве, во всех старается он посеять в своих левелах. Как в Рождество против гордости чаще прочитывать следующее и другие подобные места писания, направленные против нее. И когда сделаете все повеленное, тогда говорите, мы рабы ничего не стоящие. Кто думает о себе, что-либо будучи ничем, тот обманывает себя. Что у человека высоко, то мерзость пред Господом. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, говорит Господь. Во смирении нашем помянул нас Господь и избавил нас от врагов наших. Солом 135, 23. Смирился и спас меня. Не чистит Господом всякие высокосерды. Притча 16, 5. Если здоров ты телом, то не превозносись и бойся. Кто сам себя возвышает, тот готовит себе бесчестие, а кто служит ближнему в смиренном мудрее, тот прославится. Смири помысл гордыни, прежде нежели гордыни смирить тебя. Не изложи помысл высокоумия, прежде нежели он не изложит тебя. Сокруши похоть, прежде нежели похоть сокрушить тебя. Не осуждай брата в непостоянстве, чтобы и самому тебе не впасть в ту же немощь. Но во начале, не имеющий смирения, не имеет у себя оружия на сопротивного, и таковой потерпит великое поражение. Пусть монах имеет себя из последних последним и приобретет себе упование, ибо смиряющий себя будет возвышен, а возвышающий себя будет унижен. Злая укоризна монаху, гордыня, герзость, бесчувственность, бесстыдство, безрассудность, пыльчивость, безумие. Если возлюбишь гордыню, будешь часть бесам. Если возлюбишь смиренном мудрее, будешь часть владыки Христу. 291. Высокоумный человек много понесет печали, а смиренном мудрый всегда будет веселиться о Господе. Высокоумие во всякое время домогается чести, а смиренном мудрее в славе не превозносится и в бесславии не беспокоится, потому что ожидает награды от Господа. Превозношение ослепляет умные очи, а смирение просвещает их любовью, ибо Господь научает кротких путям своим. Опасно человеку надеется на самого себя, а надеющийся на Господа спасется. Украшающие одежды свои возгордится, а гордый монах не оперившийся орел. Смиренно мудрый монах легкий скороход и как бы меткий стрелок. Как железо все утончает и покоряет, так и смирение по Богу разрушает козни врага. Что рогатина для зверолова и оружие для воина, то и для монаха смирение. Опасно человеку гордыня в каком бы то ни было виде. Не люби гордыни, потому что нет в ней пользы. Всякая немощь при попечительности исцеляется, но не дух гордости с трудом врачуемое зло, потому что она отвергает целительное врачевство и вымышляет для себя смертную отраву. Да не будет ее в рабах Христовых. Триста. Хочешь ли быть великим, будь меньше всех. Если выйдет брат из монастыря, не превозносись над ним мыслью, и да не будет он бесчестен в глазах твоих, не зная, что родить себе этот день. Притча 3, 28. Слушай того, кто говорит, кто думает, что стоит, бойся, чтобы не пасть. И еще, не хваляще себя искусен, на кого хвалит Господь. Ибо многие думали о себе, что одержали они верх и начальствуют, но они стали из кромешных кромешными, а люди отчаянные прияли благодать, потому что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Если видишь человека непослушного, гордого и мудрого о себе, то корень его уже полумер, потому что не приемлет в себя тука, сообщаемого страхом Божьим. А если видишь человека безмолвного и смиренного, то знай, что корень его прочен, потому что напаяется туком страха Божия. Велико престияние и велика слава смиренномудрия, и нет в нем падения. Признак смиренномудрия обеими руками удовлетворять потребности брата, так как бы и сам ты принимал пособие. Человек гордый, непокорный увидит горькие дни. Смиренномудрый же и терпеливый вознеселится всегда «Великое дело найти человека смиренномудрого и терпеливого, доброте его нет меры. Кто превозносится над братом своим, над тем издеваются бесы. Дожди размножают сорные травы, а обращение с людьми мирскими производит страсть высокоумия. Но боящийся Господа не превозносится. Если сподобил то ты дарование, невысокомудрствуй, ибо не имеешь у себя ни одного совершенства, которое не принял от Бога. Если не будешь ходить по его заповедям и воле, отнимет он у тебя собственность свою и отдаст высшему. И тогда будешь походить на человеку, которого отнимают перо, только что омоченное в чернила. 310. Сколько не превозносится человек в гордыне сердца своего, все же он попирает землю, из которой взят и в которую пойдет. Возвышает же Господь смиренных. Высокоумие не излагает, а смиренно-мудрие получает победную награду. Если пред братьями своими окажешься чистым, как золото, то и тогда почитай себя сосудом непотребным и избежишь гордыни ненавистной Богу и людям. Если видишь, что брат грешит и наутро свидишься с ним, то не презирай его, признавая грешным в мысли свои, ибо не знаешь, что может быть, когда ушел ты от него, сделал он по падении своем что-нибудь доброе и умилостивил Господа воздыханиями и горькими слезами. Надо бы на удерживать от и говоря о себе словами псалма. Беззакония мои превысили голову мою, как бремя тяжелое тяготели на мне. Не дай мне общих всех владыка такого сердца, которое ненавидит подчинение и отеческое вразумление. Удали от меня горделивые помыслы, ибо ты в Господе запретил гордым. Не только взор пусть будет поникшим долу, но и сердце да не превозносится начальник живут со старцем, кто из них больше пред Господом? Тот, кто смиряет себя перед братом своим страхи Божьим, ибо не лжив сказавший смиряющегося вознесет. Кто хочет сдвинуть камень, тот не сверху, а снизу подложит рычаг, и тогда легко поворотит камень. Это образец для смиренно мудрее. И Богу и людям ненавист гордыня, а любящих смирение возвышает Господь. 320 Ни достоинства, ни почесть, ни величие вводят в Царство Небесное, но смирение, послушание, любовь, терпение и благодушие. Вот что спасает человека. Не слыхали разве, что дьявол за гордыней не спал с неба? Не слыхали разве, какой великой славы лишился он запротивления Богу? Смиренно не тщеславиться, не гордиться, служа Господу из страха перед Ним. Смиренный не устанавливает собственной своей воли прикословие истины, но повинуется истине. Смиренный не завидует успеху ближнего и не радуется его сокрушению и падению, а напротив того радуется с радующимися и плачет с плачущими. Смиренный не унижается в лишении бедности и не оказывается надменным в благоденстве и славе, но постоянно пребывает в той же добродетели. Смиренный почитает не только высших, но и низших себя. Смиренный не впадает в раздражительность, никого не оскорбляет, ни с кем не ссорится. Смиренный не упрямится и не ленится, хотя бы и в полность позвали его на дело, потому что поставил себя в послушание заповедям Господним. Смиренный не знает ни досады, ни лукавства, но в простоте служит Господу, мирно живя со всеми. Смиренный, если услышит выговор, не ропщит, если будет заушен, не выйдет без терпения, потому что Он ученик претерпевшего за нас крест. Смиренный ненавидит самолюбие, почему не домогается терминства, но почитает себя в мире всем, как бы временным пловцом на корабле. если изучишь все Божественное Писание, смотри в противность Писанию, да не надмевает тебя этим помыслом, потому что все боговдохновенное Писание учит нас смирению, а кто думает, что делает противное тому, чему учился, тот этим самым показывает, что он преступник. Если тревожит тебя дух гордости или любоначали или богатства, то не увлекайся им, а напротив того, стань мужественно против ополчения лукавого и льстивого духа. Представь в мыслях древнее здание, обвечавшее изображение изеденной ржавчиной столпы, и размысли сам с тобой, и посмотри, где обладатели и соорудители всего этого, и старайся угодить Господу, чтобы способиться тебе царствию небесного, потому что всякая плоть как трава, и всякая слава человеческая как свет на траве, что выше и славнее царского достоинства и славы, но и цари приходят и слава их, а удостоившееся царство небесное не испытывает ничего подобного, в мире и радовании пребывая на небе с ангелами, без болезни, печали и воздыхания, в радости и веселье, хваля, прославляя и величая царя небес и Господа всей земли. Если прежде всех придешь, в службе Божией и простоишь до конца, да не нагревает тебя этим помыслом, ибо высокоумие подобно норе, в которой гнездится змей и умершляет подходящего. Не будем превозноситься, а самим лучше смирять себя. Да и что у нас за силы, чтобы превозноситься нам, когда и малая затруднительность повергает нас на землю? Поэтому возлюбим смирение, чтобы Господь не отвратился от нас. Во всяком месте и во всяком деле да будет с тобой смиренно мудрие, ибо как тело имеет нужду в одежде, тепло ли или холодно на дворе, так и душа имеет всегдашнюю нужду в обличении себя смиренно мудрием. Предпочти лучше ходить раздетым и разутым, нежели быть обнаженным смиренно мудрие, потому что любящий кто? Покрывает Господь. Имей смиренный образ мысли, чтобы превозмежшись на высоту не разбиться в страшном падении. Начало смиренно мудрия покорность. Смиренно мудрие да будет у тебя и основанием и облачением ответа. Реже твоя пусть будет проста и приветлива в любви Божией. Высокоумие не подчиняется, не послушно, не покорно, водится собственно своим помыслом, а смиренно мудрие послушно, благопокорно, скромно воздает честь и малым, и большим. Избрав для себя благоговейную жизнь, трезвись, чтобы лукавый под видом благоговения не внушил тебе чуждого помысла, и именно тщеславие и гордыни, по которым не захочешь трудиться вместе с братьями. Работай, как и другие братья, и охраняй свое благоговение. 330. Если будет тревожить тебя помысл самомнение, скажи борющими тебя, иди от меня прощ, лукавый помысл, что такое я сделал, и в какой преуспел добродетель, что внушаешь мне подобные мысли. Святые камнем побиены были, претерпели, искушены были, убийства, меча побиты. Сам владыка всяческих за нас крест претерпел, а срамотение родив, а я все время жизни своей проведя в грехах, какой дам ответ в день суда, и этим отгонишь от тебя высокоумие. Один брат сказал, просил я себе у Господа помысл смиренно мудрее, чтобы, когда брат мой прикажет мне сделать что-нибудь, говорил я помыслу, это Господин твой, слушай его, а если прикажет другой брат, опять говорил, это брат Господина твоего, если прикажет ребенок, и тогда говорил, слушай сына Господина своего, и таким образом, противясь чуждым помыслам, при содействии благодати, безмятежно делал он дело свое, бесстрашие рождает гордынь, а гордыня матерь непокорности, смиренно мудрее, кротость обладающего ими, приглаждая к страху Божий, как стол утвержденный в храме Божием, блюдись от беса высокоумия, чтобы не впасть в дух гордыни и неподчинения, и не сделать тебе вреда, нет тебе стыда пребывать в подчинении о Господе, и своими руками делать доброе, это небольшая печь и скорбь претерпеваемая тобой ради Господа доставит тебе вечную жизнь, представь, что кто-нибудь на Драхму выменивает многие тысячи талантов золота, тоже значит и всякая печаль монашеской жизни в сравнении с будущей скорбью, какая среди делают худое, уступаешь ты малое, а тебе дается великое, поэтому отрекайте высокоумие, и часть своя будет Господь. Отличительные черты и признаки человека, имеющего истинное смирение, шут следующие, почитать себя грешным более всех грешников, не сделавшим ничего хорошего перед Богом, укорять себя на всякое время, на всяком месте и за всякое дело, никого не хулить и не находить на земле человека, который был бы грешнее и не родивее его самого, но всех всегда хвалить и прославлять, никого никогда не осуждать, не уничижать и не отливетывать, во всякое время молчать и без приказания или крайней нужды ничего не говорить. Когда же спросят и есть намерение или крайняя нужда заставляет говорить и отвечать, тогда говори тихо, спокойно, редко, как бы по принуждению и со стыдом, ни в чем не выставлять себя за меру, ни в кем не спорить ни о вере, ни о другом чем, но если говорить, то хорошо сказать ему «да», а если худо отвечать, как знаешь, быть в подчинении и гнушать со своей волей как чем-нибудь пагубным, иметь взор поникший всегда в землю, иметь перед глазами смерть свою, никогда не прознословить, не пустословить, не лгать, не противоречить высшему, с радостью переносить обиды, уничижения и утраты, ненавидеть покой и любить труд, никого не огорчать, не изделять ни сей совесть, таковы признаки истинного смирения и блаженства имея стих, потому что здесь не все начинает быть домом и храмом Бога, и Бог в нем и делается он наследником царствия. 335 В том 2 Добротолюбия В том нет смиренно-мудрия, чтобы грешнику почитать себя грешником, но смиренно-мудрия состоит в том, чтобы, сознавая в себе многое великое, воображать о себе ничего великого. Смиренно-мудрия, подобен Павлу, но говорит о себе, я не сего в себе в себе.